Итак, в этом видео об одном из интересных французских автомобилей Renault Megane 2021 модельного года. Производитель решил не растягивать премьеру различных версий модели и вывел в сверх сразу всю линейку. И на мой взгляд это правильно. Renault представила обновленные хэтчбэк, универсал, версии RS Line, RS и RS Trophy. И все модели стали более технологичные и с приятным драйвом. По заявлению производителей, конечно же. Renault Megane 2021 модельного года представлен даже в электрической версии Megane Attach Plugin. Плагин гибридный универсал. Представляя его, Renault вспоминает о своем 10-летнем опыте в производстве электрокаров и уверяет, что Megane Attach достались лучшие разработки в области электрификации. Внешние изменения обновленных Megane включают слегка подретушированные бамперы и оптику, которая теперь будет светодиодной уже в базовой комплектации. В салоне изменений немного больше. Появились цифровые приборы. На экране с диагональю 10-25 дюйма. Увеличен до 9,3 дюйма тачскрин мультимедийного комплекса. Главное же техническое новшество – это гибридная силовая установка версии Attach, позаимствованная у Captur. Она состоит из 1,6-литрового бензинового мотора, электродвигателя, стартер-генератора и батареи на 9,8 кВт-часов. Гибридный Megane в электрическом режиме способен разгоняться до 135 км в час и проехать на одном заряде до 50 км, что, конечно, нереально мало в современных реалиях. Бензиновая линейка Megane 2021 модельного года включает в себя 1,3-литровые агрегаты TCE мощностью от 100 до 160 лошадиных сил. Дизель 1, полуторалитровый, который выдает от 95 до 115 лошадиных сил. Для версии Renault Megane RS доступен 1,8-литровый двигатель, который теперь выдает 300 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. А в дорестайле он выдавал 280 лошадиных сил и 390 ньютон-метров. При этом, если вместо механики установлена роботизированная трансмиссия EDC, крутящий момент достигает 420 ньютон-метров. Продажи обновленной линейки Megane в Европе стартуют уже этим летом. А у нас, конечно же, сложно сказать. Наверное, в 2021 году, как и заявляют производители. Как вам такое обновление? Напишите свое мнение в комментариях. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать информацию о новинках автомобильного рынка.